I still hear your voice when you sleep next to me I still feel your touch in my dreams Forgive me my weakness, but I don't know why With that too, it's hard to survive Всем привет, дорогие друзья, с вами я Даналия И сегодня, пусть сопровождением уже как на несколько дней, я все-таки смогла сесть и записать видео обновлении всей части Юрвика, которая называется Серебряная поляна В нее входят Морланд, Форпинта, Ферма Стива, Вейлдейл, Фергрови и Виноградники То есть это вот такая вот большая, широкая просто территория Пока что разработчики обновили не все Они обновили текстуры деревьев, кустов, земли, травы и меня это очень радует Они еще не обновили все текстуры зданий, построек некоторых, но они сами написали, что постепенно все будут это добавлять и исправлять К сожалению, сейчас в ССО, точнее обсуждениях, в обсуждениях по Star Star Battle Online Все игроки просто разорвались на, не знаю, на две стороны войны точно Одни говорят, что ого, это круто, мне очень нравится, здесь выглядит так все живо, какие классные звуки, текстуры Теперь чувствуешь себя, вот как будто ты там, вот можешь, ты там как будто живешь Ну, то бишь восхищающаяся половина Ну, или там, те, кто, да, круто, но нормально Я не в восторге, конечно, суперский, но лучше, чем было Есть вторая половина, которая покрывает все вот это плохими словами И говорить, что раньше было лучше Что вообще, чем они тут занимаются Что это вообще такое, что все мультяшно, фу-фу-фу-фу-фу Обзывают это чуть ли не матами Но я не понимаю этого Вот смотрите, посмотрите, какой куст Какая текстура куста Даже кольц сразу есть, значит, насколько этот вкус сочный, вкусный и натурально выглядящий По сравнению с теми, что было Но, точнее, нет, те, которые раньше были, да, они тоже, они выглядели поднатурально Но разработчики все-таки стараются сохранять ту самую границу, что это игра Что это игра, посмотрите, как тут классно Какие деревья, дорожки, какой забор Как исправили загон для занятий Да, тут теперь когда больше не было темной выложенной дорожки Хотя очень жаль, по идее, ее надо было бы оставить Но ничего страшного Эти следы от копыт, которые почти максимально Вот так максимально приближены к следов от копыт лошадей Старстейбл, стандартных размеров, скажем так Шайры и все пони И там, тощие арабы С Канемару, ни в счет Я не знаю, мне вот лично очень нравится А те, кто не нравится, говорят, что им все это не нравится Чуть ли не до того, что Я не буду во все это играть, я ухожу из игры Зачем? Зачем все это? Ну, посмотрите, как классно Звуки птичек Чаек Значит, птички поют Шелест веток В конешне Я просто в конешне плохо звуки слышала Потому что когда я снимала, я снимала вообще без звука Но мне говорили, что в конешне даже ржание лошадей есть Ну, кроме этого То есть сейчас мы будем проезжать мимо конешни Там где должно быть лошадиное ржание Я сейчас просто... Я видео сняла отдельно Рано утром А звук я могла... Я сейчас звук накладу Потому что снимать и говорить я не могла Ну, так что... А, еще вот добавили у нас фонари по всей... По всей той локации Которая обновилась И ночью они светятся Я еще ночью не проверяла, как они светятся У меня будет возможность попозже это проверить Да, всем мне нравятся вот эти мыльные камни, мыльные склоны И что в Дундуле То есть местность, которая сделана точно так же По стилю, как и вот это обновление Даже там скалы и камни лучше Ребята Сразу идеальное обновление выпустить Это... Во вред разработчикам Они должны выпускать обновление Я это уже объяснила И постоянно его дорабатывать И да, вот люди возмущаются, что Мне все это не нравится Ребят Вот поймите вас Вы возмущаетесь, что Игра обновляется Вам это не нравится Вы возмущались, когда игрушка Кардинально не менялась Не обновлялась Вам тоже это не нравилось Вот как вас понять, а? Вот как? Вот как? Просто как? Смотрите, какая трава Трава Я о такой траве мечтаю На южном копыте Чтобы сделаться диким мустанком И там вовсю носиться Смотрите, какая красотина Ну вот что вам не нравится Посмотрите Те, кто не знают Есть такая игрушка Спайро Про сиреневого дракончика И Крэшов Бандикут Про Бандикут Это типа лисы такой персонаж Ну, может кто-то не знает Так вот, это две старые игры Которые когда-то были на PlayStation 2 Я в них играла Это мои игрушки детства И, значит В 2018 Получается, году Перевыпустили Крэша И вот в 2019 Году Или уже Перевыпустили Не помню В общем Должны перевыпустить Вот этого Спайра То есть На четвертого PlayStation Идет перезапуск То есть Они делают Новую графику Новые текстуры Переозвучка Но Как бы С учетом текста Старого Смотрите Какая вот тут бабочка Вот смотрите Я вот показывала Какая бабочка Тут такие бабочки Стройкозочки Пчелочки Я не могу Я когда увидела Как у меня пчелка пролетает Я их не боюсь Я Я Закричала Что Ааа Как мило Что пчелка Смотрите Какие цветы Красота Какая Ну в общем Я вот вставлю сейчас Скриншоты Вот этих перевыпусков Вы посмотрите Какая там графика И то что было до этого Это примерно Как самый 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 Первый Старстейбл Онлайн А то что Сейчас Они перевыпуск Делают Это примерно То же самое Что вы сейчас Видите у себя На экране Так что Не удивляйтесь И графика Между прочим Хорошая То что Она вам не нравится Ваши проблемы Лучше Когда Точнее Правильно Когда Игрушка Развивается Обновляется Не стоит На месте Чем бы Она Вот Как открылась Так и все Она просто Потеряет Своих игроков Свои Заработки На которые Они собственно И работают И делают Нам обновления Пожалуйста Вам не нравится Все это новое Идите Скачивайте Звездную подкову Играйте В нее И вы не будете Мучиться с тем Что вас там Лично приглашают В клубы В группы В ролки Вы просто будете Один бегать По вот этим Оружкам Что вот людям Здесь не нравится Красиво же Да Они еще Не доработали То есть У меня графика Стоит на максимум Со всеми эффектами А все равно Такое чувство Что вдалеке Все Одно Сплошное пятно Пятным Вот как Рисует Так и у меня Так Но это у всех Так Так что Я не вижу смысла Возмущаться По всему этому поводу Обновление Действительно Хорошее И Еще есть люди Которые Возмущаются Что вот Они обновляют Лошадей Они обновили Текстурки Когда наконец Обновят Персонажей Ребята Все До этого Дойдет У Старстрибл Как и у любых Собственно Разработчиков Идеи За неделю Просто так Не появляются Потому что Вот когда Сейчас же Они делают Интервью Со своими Аниматорами Трудехудожниками И вот Когда Последний раз Выпустили Я не помню Какую лошадь Фьорду По-моему Пам Фьорда Выпустили Или нет Я не помню Просто о какой Лошадь договорилась В интервью И там Матильда Спрашивает Там же вопрос Был такой Сколько Занял у вас Процесс Создания Вот от начала До выпуска Вот данной породы Три месяца То есть Три месяца То есть Образно говоря Месяц Они придумывали Графический образ Еще месяц Они Делали его Модельку То есть Его Анимацию И еще День месяца Они все Это Корректировали Там Масти Сочетания Чтобы Седло Как Сядилось И все Такое То есть Вот вам Пожалуйста Чтобы Создать Лошадь Нужно Три месяца От 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 Идеи До Создания Так что У них Есть Список Заготовок Да Они Берут На учет Идеи Игроков Потому что Идеи Они Прислушиваются Все таки Потому что Это Полезно И Прислушиваться Кагагам Игроки Будут Видеть Что К ним Прислушались И они Будут Играть Дальше Что Я еще Хотела Сказать Что Нет смысла Уходить Из-за Игрошки Из-за Того Что Вам Не Понравилась Графика Тем Более Что Стар Стейбл Еще Половина Всей Карты Осталась В старом Стиле Даже Лес Холов Еще Кроме Земли Имеет Старые Текстуры Кустов И серебря Вам Не нравится Серебряная Поляна Переезжайте В осень Переезжайте В зиме В зиме Жить Нельзя Хорошо Переезжайте В Эпону Если Она у вас Открыта Эпона Вся Еще Не Тронутая И Вот Уходите Из-за Всего Этого Нет Если Вам Не Нравится Ваш Аккаунт Вам Не Нравится Сама Игра Я Говорю Не про Текстуры И про Графику Я Говорю Про Сам Смысл Играть То есть Вы Играли Играли Почему Вы Играли И тут Вам Не понравилось Одного Касающегося Графика Вы хотите Уйти Из игры У вас Нету Клуба У вас Нету Друзей В игрушки Ради Чего Вы Тогда Все Это Время Играли Да Если Мне Что Тут Не Нравится Я Сам Буду В Это Играть Пока У меня Есть С кем Играть У меня Есть Компания Люди С которыми Мне тут Приятно Общаться И проводить Время Учиться Чему Новому Связан С Клубой Спорт Потому Что Я Всему Этому Учусь Именно В Этой Игрушки И Сейчас Я Думаю Что Вот Это Просто И И Становится Идеальная Такая Игрушка Которая Позволяет Окунуться Во всю Этка Вот У нас В клубе Есть Такая Такой Такой Занятие Даже Занятие Как Конная Прогулка С Аклововцами Вот И Как бы У нас Был Маршрут От Эпоны Деремушки Полумесяца До Такими Извилинами Что Гуляли Почти Два С Павли Часа Не Бегом А Шагом И Лисю Два С Павли Часа С Остановками С Пикником Попоить Лошадей Перекусить То есть Реальный Поход Вот Знаете Я Надеюсь Точнее Нет Я не Надеюсь Я Завтра Хочу Повторить Этот Поход И Думаю У нас Получится Еще Больше Погрузиться Во Всю Но Я Не Знаю Вот У Меня Есть Такая Возможность Открывать Окошко Даже Зимой Чуть Чуть Но Слегка Приоткрывать Когда Очень Душно Я Слышу Звуки Ветра Свежесть Идет И Вот В этот Момент Я чувствую Что Я Уберу Вот Кстати Помните Яблочный Сад Вот Я Раньше Думала Когда Увидела Тизер Что Там Нет Яблок Яблоки Есть Тачки Мешки Лестницы Корзинки Там Вроде Бы Есть С Яблоками Или Нет А Корзинка С Яблоками В Тачке Ведра С Яблоками Настоящий Яблочный Сад И Вам Это Не Нравится Вы Еще Сказали Мне Не Нравится Что Птицы Стали Летать В Неме Мне Не Нравится Что Исправили Рысь У Арабов Там Что Еще К примеру Я Не Нравится Что Когда Персонажа Переделали В Первый Раз Им Потом Еще Раз Переделали Шею Потому Что Она Была Слишком Короткой Да Сейчас Кто-то Скажет Она У них И Сейчас Короткая А Ничего Что Когда У них Были Старые Модельки Персонажей Да Я Знаю Вы К Нем Уже Очень Привыкли Там Была Слишком Длинная Шея Раза В Два Я Понимаю Что К Не Привыкли Но Сейчас Персонажи Я могу Согласиться Что Сейчас Моделька Персонажей Не Совсем Подходит К Что Ребят Все Как Всегда Вам Может Быть Даже И Нравится Обновь Вам Нужно Привлечь К Себе Внимание Вам Нравится Обнова Именно Нравится Вы Скажете Мне Очень Нравится И Будете Молча Играть И Наслаждаться Игрой Если Вы Хотите Говорить Всем Что Вам Не Нравится Будьте Любезны Молча Просто Уходите Из И Не Высунь Мой Вам Рассуждение Об Новом Обновлении Я Думаю Что Скалы И Личные Разработчики Потом Исправят Что Деревья Конечно Но Они Доделают И Кстати Когда Там В интернете Нашли 3d Модельку Нового Манежа Так Что Написано Как Написали Разработчики Что Постепенно Они Будут Обновлять Все Постройки Вокруг Серебряной Поляны А Как Манеж На Территории Серебряной Поляны Значит В скором Времени Нас Ждет Обновленный Манеж Чего Вот Я Лично Очень Жду Для Меня Самое Главное Это Обновленный Манеж Очень Хочу И Очень Интересно На него Посмотреть Спасибо Что Вы 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 Слушали Все Эти Почти 16 Минут Играйте В игрушку Если Это Вам Действительно Нравится Чистите Ваших Лошадок И Не Забывайте Угощить Морковки С Вами Была Я Данери И Будем Завод Всем Пока